Всем привет, меня зовут Ушелл и сегодня у меня на обзоре мышка Рокот Конпьюр Ультра. Рокот забавно ребята, пока по миру идет тренд ультралегких мышек с корпусом в дырочку, Рокот же решает сделать легкую мышь, но без дырочек, это требует кучи времени и денег. Если бы не компания Turtle Beach, которая купила Рокот, мышки Конпьюр Ультра могло бы и не быть вовсе. В общем, что я хочу сказать, Рокот не ищет легких путей. А еще Рокот славится качеством и надежностью, но вот сохранились ли эти качества при уменьшении веса у Конпьюр Ультра? Давайте попробуем это понять, ну и заодно по другим моментам тоже пройдемся. Начнем традиционно с упаковки. Коробка у Рокот Конпьюр Ультра по оформлению и форм-фактору очень похожа на коробку от мышки Кейн, то есть у упаковки пропали скосы и размер коробки стал гораздо меньше. Скрывая эту коробку можно подумать, что открываешь мышку от Logitech. Пластиковый поднос хранит в себе мышь, по периметру намотан кабель, а чтобы это все еще и доехало без проблем, с одной стороны картонка. Все один в один как у логов, только цвет картонки другой. Внутри кроме собственной мышки ничего полезного нет. Есть инструкция конечно, но все мы и так знаем как втыкать USB кабель. Теперь пару слов про дизайн. Конпьюр Ультра у меня в белом цвете, но есть еще и классический черный вариант. Белая мышка с черными вставками выглядит здорово. На спинке можно найти логотип Рокот, который весьма неплохо подсвечен. И наконец-то переливание у Рокот плавное, а свечение равномерное. Так что по крайней мере по подсветке это поколение мышки стало получше. Других подсвеченных элементов в мышке нет. Рокот Конпьюр Ультра в форме никак не поменялось по сравнению с другими ревизиями семейства Пьюр. Поэтому это по прежнему эргономичная мышь маленького размера. Из особенностей формы хочется отметить интересный изгиб правой боковинки. И достаточно глубокую выемку в левой боковинке для большого пальца. В остальном же мышь весьма традиционна. Горб расположен по центру. Соотношение длина и ширина тут привычны и даже кабели выходят из ожидаемого места. Кому могу рекомендовать эту форму? Если у вас рука не очень большая, то Конпьюр Ультра должна вам очень понравиться. Мышки пусть и не самый универсальный корпус, но он остается удобным практически в любом хвате. Для рук среднего размера новости не такие радужные. В ладонном хвате большой палец уезжает сильно вперед, с основных кнопок пальцы будут свисать, а безымянному пальцу будет мешать наплыв правой кнопки на боковинку. Зато коготь и особенно пальцевый хват должны быть комфортными. Но если у вас ладони большие, то для вас есть рокоткон обычный, и в сторону Пьюр стоит смотреть только в том случае, если вы мазохист, и вам нравится как при игре сводят руку. Все-таки мышка не очень широкая, и дискомфорт с большими руками гарантирован. Если смотреть сверху, то пальцевый хват и коготь будут держать мышку хватом 1-2-2. А у ладонного хват возможен еще и 1-3-1. Рокот всегда умели делать качественно собранные девайсы, и Кон Пьюр Ультра не исключение. Корпус собран здорово, ничего не скрипит и не люфтит, зазоры везде ровные, и облегчение конструкции в итоге никак не повлияло на прочность мышки. Молодцы. Покрытие у Кон Пьюр Ультра напоминает их ранние модели, то есть по бокам идет софт-тач пластик, который цепкий во влажных руках, но немного скользковат в очень сухих. Верхняя часть корпуса это матовый пластик. Покрытие я не назову плохим, но по крайней мере у белой мышки она не очень практичная. Пока будут очень охотно собирать грязь, и на мой взгляд, мышка очень быстро потеряет свой товарный вид. Не просто так обычно светлые мышки делают глянцами. Но пока мышь новая, смотрится она конечно здорово. Пожалуй основные кнопки это первое место, где истинный возраст мышки начинает показывать себя в полную силу. Кнопки интегрированы в корпус, и несмотря на достаточно хорошую подгонку, сам клик немного смазанный. Ему не хватает точности и яркости, чтобы соперничать с более свежими разработками. Жалко, что на Compure Ultra не перенесли технологию Titan Click из Rocket Cain. В остальном же кнопки неплохи. Область их нажатия большая, при и пост тревел практически нет, а быстродействие не вызывает вопросов с моей стороны. А вот боковые кнопки хороши и по меркам 2020 года. Подгонка панелей отличная, дифференцировать кнопки между собой тоже очень просто. Клик у кнопок приятный и отзывчивый. Ход подобран хорошо, ну и при и пост тревел тоже отсутствует. Из минусов, пожалуй, отмечу только расположение. Все-таки из-за формы корпуса мышки, расположенной на верхнем ребре кнопки, конечно не мешаются, но нажимать их слайдом пальца практически нереально. Поэтому этот момент, конечно, стоит учитывать. А вот колесо просто отличное. Начнем с того, что подгонка в корпусе хорошая. Никаких люфтов. Энкодер колеса тоже подобран хороший. Шаги у него явно выражены, с хорошей фиксацией. Но и обычный скролл ощущается легким и незажатым. Поэтому скроллить длинные странички легко и приятно, но и надежно прокрутить на 2-3 щелчка тоже проще простого. Клик же, наверное, запомнился только тем, что он какой-то короткоходный. Хочется где-то полмиллиметра больше хода, чтобы получше чувствовать нажатие. Но в остальном к клику 0 вопросов. Звук при нажатии приятный, а усилие свеча подобрано хорошо. За колесом прокрутки нашли себе место 2 кнопки по изменению DPI. При прокрутке колеса есть небольшой шанс активировать кнопку со знаком плюс. Но лично у меня ложных срабатываний, когда я не пытался ее специально нажать, не было. Кнопки минус в прямом обычном хвате мне немного трудно дотянуться. Так что это просто в очаровываю раз показывает, что мышка для меня чуть мелковата. Сам клик же у кнопок приятный, как тактильно, так и акустически. Если перевернуть мышку вверх дном, то можно обнаружить две ножки. Вокруг сенсора ножки нет, хотя кольцо из глянцевого пластика может на первый взгляд казаться тефлоновой ножкой. Те ножки, что есть, неплохие. Материал приятный на ощупь, а края скруглены. Лайджи мышки на самом деле не лучшие, но вины ножек в этом нет. Чина в кабеле, но о нем буквально через пару мгновений. Сначала взвесим грызуна. Вес мышки приятно удивляет. Несмотря на то, что корпус не имеет суд и конструктивная мышка ощущается весьма прочной, по сравнению со старым поколением Compure, версия Ultra заметно полегчала. Разница примерно 25 грамм, а это много. И эта разница весьма и весьма заметна. Весовой баланс же остался нейтральным, отчего дискомфорта при поднятии мышки с ковра нет. Ну вот, а теперь поговорим про главный минус мышки, про ее кабель. Сам по себе кабель на самом деле не так и плохо. Он без облетки достаточно тонкий. Да и гнется более-менее нормально. Так почему же это слабое место мышки? И почему глайд у мышки из-за него страдает? Все просто. Резиновый кабель крайне неохота скользит по коврикам. А легкий вес корпуса мышки только акцентирует внимание на этом моменте. Поэтому при игре кажется, что мышка скользит не по коврику, а крайне неохотно передвигается по какому-то болоту. Все-таки выход кабеля расположен низковато. Ему бы не помешало смотреть немного вверх, а не просто быть параллельным горизонту. Сенсор у Compure Ultra относится к семейству Pixar 3389. Хотя официально Рокот называет его Аулай. Ну, насчет глаза совы я конечно не знаю, но вот к поведению сенсора в играх у меня вопросов не возникло. Да и сложно ожидать каких-то проблем от 3389, даже если его назвать как-то иначе. В итоге проблем с наводкой, с фликами и с трекингом целей вы не испытаете. Это топовое решение, проблем с ним не будет. Высота отрыва минимальна, а реальные значения DPI немного не совпадают с теми, что ставят в софте. Но отклонения не критичны и вряд ли доставят проблем. Софт у Compure Ultra унифицирован с другими продуктами Рокот. Называется эта программа Rocket Swarm и функционал у Pure Ultra почти один в один как у Kane120. Помимо функциональности, софт радует своим дизайном и простотой использования. Также в Swarm есть любимая мной функция Easy Shift. Естественно можно менять настройку DPI, игловую привязку, а также частоту опроса. Ну вот и подобрались мы к моменту, когда надо делать какие-то заключения. Что я могу сказать? Рокот все как всегда сделали своим путем. Чувствуется, что разрабатывали эту мышь не китайцы и не итальянцы, а немцы. Только Рокот могли так заморочиться с облегчением корпуса, и только Рокот может делать настолько хорошо подогнанные механические колеса. По сравнению с Kane120 Ultra не хватает системы Titan Click. Все-таки отзывчивость кнопок показывает истинный возраст конструкции мышки. Слабое место мышки одно, это кабель. Во-первых, он не такой гибкий как паракорд, а во-вторых, почему-то он изготовлен из материала, который крайне хреново скользит по коврикам. Да еще эта комбо применена к мышке с маленьким весом. И именно кабель полностью портит ощущение воздушности при наводке. Поэтому если вы рассматриваете возможность приобретения этого груза, сразу порекомендую присмотреть себе держатель до провода, чтобы приподнять кабель над ковром. В таком варианте мышка становится действительно ультра. А так как есть, просто нгут. Ну и на этой ноте я бы хотел обзор закончить. Как всегда, с вами был я, Тушел. Мойте руки почаще и не хворайте. Ну а если будете следовать совету, то обязательно услышимся в следующем видео на канале ProDevice.